здравствуйте хочу сперва вас всех поздравить с новым годом и конечно же самым главным праздником днем солидарности всех азербайджанцев мира несмотря что этот праздник был 35 1 декабря но как сказал наш брат голос истины азербайджанцы должны быть солидарны едины сплоченный в один кулак не только в этот день а постоянно потому что в этом заключается сила народа и я с ним в этом полностью согласна ну а теперь перейдем к теме которую я бы назвала так мифы фантазии армян и так в давние стародавние времена а именно в 25 веке до нашей эры представители древнейшего народа на планете начали встречать новый год тогда и цивилизации как таковой еще не было а древнейший уже новый год отмечали конечно не шампанским и оливье но тоже с размахом наверное все уже догадались о ком идет речь вы не ошиблись конечно же это армяне которые постарались и тут оказаться впереди планеты всей на самом деле конечно армянство не имеет никакого отношения к истории традициям нового года но разве такие мелочи их когда-нибудь останавливали вот что выдала армянская пресса армяне начали праздновать новый год более 5000 лет назад пару лет назад армянский профессор этнограф немало всех насмешил обнаружив у традиционного деда мороза армянские корни по мнению на петяна прототипом любимца детворы является николай чудотворец который был армянином что же касается самой традиции праздновать новый год то армянский этнограф датирует появление праздника 2492 годом до нашей эры в том году согласно библии ноев ковчег причалил карарату а если учесть что но и как утверждают в армении был армянином то вопросов не остается но вот в чем проблема армянские идеологи никак не могут определиться какой же из новых годов выбрать приоритетом и потому решили присвоить все даты нового года от разных народов в том числе в список традиционно армянского нового года попал и наврус этот миф странным образом перемешан с традициями рождества библейскими мотивами абрикосовой символикой согласно плоду фантазии армянских мифа творцеев традиции наряжать елку была введена армянами но не в связи с рождением иисуса а на 25 веков раньше то есть сразу после потопа сам же наврус оказывается армяне отмечали еще с первобытных времен а вот после потопа научились украшать абрикосовое дерево а потом и все остальные переняли у них эту традицию заменив абрикос елью и пошло поехало очень запутанная и странная история видно что ее изобретатели немало попотели чтобы приладить друг другу факты между которыми пролегли тысячелетия наврус действительно очень древний праздник отмечавшийся народами востока испокон веков и это единственная правда содержащиеся в армянском мифе и кстати традиция украшать деревья имелась у многих народов например у тюрков которые издревле в дни торжеств праздников свадеб наряжали деревья фруктами конфетами различными фигурками и сладостями доказательством тому служат древние миниатюры и исторические данные что касается традиции отмечать новый год 1 января то согласно армянским мифическим источником армяне делали это еще задолго до рождества христова и до появления григорианского календаря с которым эта дата собственно и связано весь христианский и прочий мир празднуя начало очередного календарного года до сих пор и не подозревает что отмечает исконно армянский праздник как бы и оставались в неведении если бы не армянские лжеученые никто бы не узнал что это армянский католикос симеон ереванцы оказывается в 18 веке сделал новый год общехристианский праздником и традиция украшать новогоднее дерево тоже пришла от армян имеется еще один армянский новый год отмечавшийся в доисторические времена армянами в августе но так как этот месяц не пользуется особой популярностью в мире в плане празднования начала года то о нем было решено забыть и сосредоточить все усилия на 1 января и 21 марта то что популярно любима что широко отмечается и знакомо всем должно быть армянским и тружеников армянской лженауки совершенно не волнует что на самом деле начало года именно с 1 января было установлено не в 25 веке до нашей эры якобы сошедшими с ковчега армянами а римским императором юлием цезарем и произошло это в 46 году до нашей эры в общедоступных источниках можно прочитать что в древнем риме этот день был посвящен двуликому янусу богу выбора дверей и всех начал от имени этого римского божества и получил название месяц январь история того как римская традиция начинать год с 1 января была перенята всем миром тоже хорошо известно и никак не связано с армянской мифологией несмотря на все это армянский эгитпроп все равно продолжает считать николая чудотворца а вместе с ним соответственно и деда мороза с санта-клаусами армянами и если даже фальсификаторы не говорят об этом вслух то в мыслях все равно поздравляют 31 декабря со всемирным древнеармянским праздником